Здорово, народ! Перед тем, как мы начнём, я бы хотел пожелать вам и вашим близким крепкого здоровья и мощного иммунитета, чтобы эта зараза никому не прицепилась, чтобы для вас это прошло максимально бесследно. И я продолжаю делать контент, впереди вас ждёт такой мощный жирный выпуск с классными видосами. А ещё я хотел бы вам напомнить о том, что на прошлой неделе на нашем совместном с Юджином канале Best Friends Films, на канале BFF, вышла первая пилотная серия сериала «Лучшие друзья». Вот, вы можете её заценить вот тут, если нажмёте на подсказочку, и по ссылке в описании тоже это можно сделать. Если вдруг не видели, зацените. А ещё! Так, а вы кто такие? А мы цыгане! А я занят! Давай по руке погадаю. О, вижу у тебя большие планы на ближайшее время. Собираешься накачать кучу игр и приложений, при этом не рискуя собственной безопасностью? Не впечатлён. То есть мои прорицания тебя не удивили? Ну так по Honor кто угодно гадать может. Все, кто дрожит безопасностью, приложения через AppGallery устанавливают. Позалайте ручку за это. Идите, знаете куда? В описании под видео. Я там по ссылке с вами специальными предложениями и скидками от партнёров Honor рассчитаюсь, окей? Они, кстати, для всех пользователей AppGallery. Даже для цыган? Даже для цыган. Спасибо, мама! Слышь, на удивление нормальные цыгане-то, да? Макс, в туннеле! Блин, вот же... Вы знаете, в детстве каждый из нас мечтал о встрече с любимым человеком. Супергероем. Правда, подобные встречи, как это ни странно, могут пагубно сказаться на детской психике. Ведь за маской таятся обычные люди и никто не застрахован от фейла. Короче, хватит мне уже тут пиздить. Давайте посмотрим. Господи, боже мой, да у него ж ебало упало! Болные пизда! Боюсь даже представить, какой ужас испытали бедные дети, стоявшие в первых рядах. Не, ну правда, у нее же щи отвалились на глазах ничего не подозревавших пиздюков. Ладно, ладно, чё я тут панику нагоняю? Насколько я сумел заметить, всем абсолютно похуй. Публика, наоборот, даже как-то развеселилась. Вон, полюбуйтесь на девчонку с планшетом. Ей этот ебластнос явно по вкусу пришелся. Да, это жёстко. И знаете что? Такое ощущение, что они с одного корпоратива с нашим старым знакомым разошлись. Правда, старина Оптимуса куда сильнее расказявила. В общем, я очень надеюсь, что наши героини не сильно расстраиваются из-за произошедшего. А за детей так вообще переживать не стоит. Потому как нынче они развиваются не по годам и с самого детства знают, что... Вокруг сплошное наебалово. В современном мире всё чаще и чаще встречаются охуевшие девчонки. Так вот, порода, которую вы сейчас увидите, попадает в разряд особенно охуевших. Посмотрите. Прошёл мужик вот так, где меня смотрит. Чувак, не твоё. Да, блядь, самоуверенности хоть отбавляй. Ещё и цокнуло в конце так дерзко. Не твоё. Ты чё нахуеваешься? А вот этот плюк, я вообще считаю, вишенкой на торте. Такую самку с руки лучше не кормить, а вообще лучше отойти от неё метров на сорок. Чувак, не твоё. И мне на секунду даже показалось, что она прям себе на руку хуйнула. Чувак, не твоё. И вот интересно, с чем может быть связана столь излишняя высокомерие? С её слипшимися ресницами или с тем, что она в тот день в ТикТоке 200 тысяч просмотров набрала? Нет, я затрудняюсь, я не отвечу на этот вопрос. Мужик на неё только посмотреть успел, она уже в голове себе надумала, что её пикапить собираются. Как будто в радиусе 10 километров ни одной красивой дамы не найти, и она тут... Самая пиздатая, блядь. Понятно вам, блядь? Уёбы. Короче, дабы левые мужики не глазели на нашу героиню, ей обязательно нужен ровный мэнчик, что в кармане котлета, да в штанишках перчик. Чувак. Это рэпчик. Ну что ж, у нас тут новые видеовыборы подоспели. Итак, вот, посмотрите на наших трёх кандидатов. Я всё ещё вспоминаю предыдущую неделю, когда не победил мой любимый бычок с молоком. Я это ещё буду вам припоминать. Вот. А из этих трёх побеждает видос под названием Тиммейт Даун. Вот он. На нахуй! Оглушение не сильное, но минимум на минуту боец точно вышел из строя. А, блядь, чё ебал? И тут даже сила удара на ситуацию особо не влияет. Чел так чётенько с бочкой срезонировал, что содержимое шлема ещё долго в себя приходить будет. Да вообще, вот он влетел в укрытие и нехилую такую свинью своим тиммейтам подложил. Мало того, что все позиции выдал, так его ещё и резать придётся. Ай, блядь. Роман, вставай. Итак, это была рубрика «Видеовыборы». Всем большая благодарность, кто проголосовал. Присоединяйтесь к голосованию, ребят. Заходите в наш паблик ВК, следите за обновлениями и голосуйте. А ещё также, если вы развернёте описание, там внизу будет ссылочка на все видосы из этого выпуска, если вы вдруг хотите их посмотреть. Вот бывает такая штука, в ответственный момент из головы вылетают самые элементарные вещи. И какие бы ты усилия ни прикладывал, мысль всё сильнее и сильнее уходит в небытие. Один Т-3, два Т-3, пять Т-3, десять Т-3, это уже 10 копеек, понимаешь? А сто Т-3-3-то сколько? Сто Т-3-то уже... Сто Т-3-то считай, короче. А с Т-3-то получается, браточка. Сто Т-3-то, один лари получается. Один... Сто Т-3-то... Нет, Т-3-то копеек. Да. Сто Т-3-то копеек. Сто Т-3-то один лари получается, да? Если копейки взят... Да. Если копейки взят, тогда получается не один, сто Т-3-то получается... Один лари. Ебануться! Продавец на базаре не смог произвести простейшие конвертации внутри собственной валюты. Я вахую вообще! Я даже не буду доставать свою сигнальную ракетницу для вызова пояснительной бригады. Тут даже школьник разберется. В одном лари сто Т-3. Это как в рубле сто копеек. Это элементарно. Такие вещи у продавцов на рынке должны быть в крови. С высоты опыта этого мужика это прям какой-то детский проем. Видать, дядьку просто конкретно затроило. А сидите, это получается, браточка. И вот я не понимаю, какой нахуй курс? Курсы не знаю, друзейские. Я при чём в курсе, просто. Количество Т-3 в одном лари никаким хуем не связано с курсом. Да это, блядь, вообще совершенно разные вещи. При чём ты, спаер, нахуй резис? И что-то мне подсказывает, наш бог маркетинга просто опростволосица не хотел, вот и гнул дальше свою линию. Но не тут-то было, покупатель не лыком шит. Ты за меня, придурка, не держи. Да и в принципе тут ничего удивительного нет. Торгаш просто ещё не успел выключить свой режим обсчёта клиентов. Такое случается у особо ушлых продавцов, когда сзади не один десяток клиентов наебал. Это 1500, 478. Он мне даёт 1550. Меньше на 428 рублей. Короче, надо мужичку свой скилл поднимать и мозги прокачивать. Иначе даже самый несообразительный покупатель при виде твоих подсчётов охуеет. Ебать, ты сверлишь, пиздец. Ну что ж, дамы и господа, спасибо вам большое за просмотр этого эпизода Плюс 100500. Если всё было заебись, ставим палец вверх, пишем комментарии. В комментариях можете написать лопурку. И типа, какие типа лопурок в принципе существуют. Я как минимум знаю 31. Если вы сможете найти ещё каких-то, пожалуйста, напишите. Я составляю лист статистики, который я потом повешу на стену, снесу её и сожгу. Вот. И, конечно же, не, не, не забывайте ебашить колокольцем, чтобы ничего не пропускать. Ну а это был Плюс 100500. Впереди вас ждёт охуительный музыкальный номер. Меня зовут Максим. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Раз, два, три. А ещё... Да нормально, если он задевает эту штуку, ничего страшного. Ну задевает, он и задевает. Да пускай, просто поставьте её в изначальное положение. Да, нормально стоит. Да. А ты можешь... А ты можешь... Позолоти ручку за это. Те знаете куда? В описании под видео. Там по ссылке... Там я по ссылке... О, вижу, у тебя большие планы в ближайшее время. Планируешь накачать кучу игр и приложения, при этом не рискуя собственной безопасностью. Не впечатлён. То есть мои прорицания тебя не удивили? Да кто, блин... Это вот я сказал. Так, это стоп. А вот этот плевок... У неё что, в тот день в ТикТоке 200 тысяч пресс-монутеров набралось? Сказал играешь? Да, бля... А чё подхожу? Да, бля... Обратно домой, я послушным и правильным стану. Я приду бухой, совсем бухой. А, а, здорово, народ. А, а, здорово, народ. Ну что ж, начнём с того, что... Силы... Силы...